У меня в программе была здесь сестра родная. Я пришла для дитины, потому что у нас на Украине нормально не зарубишь деньги. Очень много знакомых, которые действительно не могут иметь детей. Живем на съемной квартире, это большой предлог. Больше сыграла, конечно, финансовая сторона, помощь семье, то есть жилье в первую очередь нужно свое. Это вполне нормально подарить кому-то счастье, а взамен получить финансовую помощь. Я через интернет нашла эту клинику, прочитала отзывы, прочитала много комментариев, посмотрела видео и поняла, что вся клиника лучше, чем некоторые другие клиники в Киеве находящиеся. Я была дважды донором, чтобы себя немного настроить, ознакомиться с врачами, с медсестрами. И потом уже я решилась на третий раз суррогатной мамой, я не жалею. Было сложно, очень много переживаний, чтобы все прошло хорошо, чтобы прижилось, чтобы там не было никаких сложностей. И уколы были, и таблетки, организм готовился к тому, чтобы выносить ребеночка. Я не жалею за то, что я попробовала, и сейчас я в этом участвую. Тест я делала уже здесь, когда приехала на первое ХГЧ, но я уже чувствовала, что я беременна. Беременность, ну, яки, своя обычная беременность, ничего такого. Вот, токсикоз был первый, поначалу, дуже сильный, а потом нормально, сейчас все хорошо, слава Богу. Беременность практикает хорошо, просто сложновато, потому что двое. Но клиника поддерживает, предоставляет сервис, предоставляет витамины, все, что нам нужно для здоровья, нам клиника не отказывать ни в чем. Очень хорошо, все проходит, без осложнений, ни разу не было никаких. Слава Богу, все медсестры, врачи, все, да, осмотры, УЗИ, как положено. Ну, сначала, конечно, токсикоз был, а вообще мне нравится. Я ходил спокойно, ни как, и животик маленький, и никаких вообще проблем не было, ничего, так спокойно. Ну, это чувство, честно, не передать. Мне нравится, например, то, что, когда приходишь в клинику, всегда все приветливые, врачи очень интересуются, как прошли эти дни, когда ты не был в клинике. Клиника, как бы, предоставляет все необходимое. Отношения очень хорошие, начиная с ресепшена, заканчивая медсестрами. Сурогатными мамами носились, как с диамонтами. Есть психологи, есть медсестры, есть весь персонал, к которому можно обратиться по любым своим вопросам. Чувствую себя хорошо, отлично. Клиника помогает, клиника абсолютно полностью обеспечивает нас медикаментами, даже вот питание, они помогают нам с питанием, чтобы мы не нуждались в фруктах, в овощи, вот такое вот все. То есть, это беременная женщина, нам хочется все время что-то хочется. Очень-очень хорошее отношение у врачей к нам, потому что мы для них очень важны. Всегда на УЗИ, и после УЗИ общаемся с переводчицей Алина. Она всегда расскажет, что они переводят нам. В общем, интересное общение получается. И родители очень счастливы, они очень ждут этого малыша. Лично общаться не общались, они не приезжали, но менеджер раз писала, спрашивала, что они хотят очень меня видеть, попросила, чтобы я скинула фотографии в Вайбер. Через переводчика они сами выбирают день, когда им хочется по скайпу поговорить. Ну, в конце родов мы увидимся, соответственно, будут довольны детками. Без проблем, это их детки, заслуженные их. Да, я понимаю, это не мое, это не мой ребенок, но я его так же само, как сказать, даже люблю немножечко, потому что он во мне, он дергается, шевелится там, когда они покушают, он начинает там. Это живое, оно живое, оно там с тобой, все. Вот с первого ХГЧ все подтвердилось. Я была, честно, рада. Штрафы, конечно же, есть, потому что это безопасность всего. Есть штрафы из-за курения, из-за невыполнения каких-то медикаментозных предназначений, но, в принципе, как бы с возрастом просто понимаешь, вот я ношу чужого ребенка, я за него в ответе. Меня лично не штрафовали, я ничего не нарушаю, стараюсь выполнять все, что от меня требуется. Ты, как идешь на суррогатную маму, ты должна осознавать, что это вынашивание ребенка, это будущее жизни. Все пришли сюда за одной целью, чтобы помочь людям. Теми девочками, с которыми мы проходили это все, от начала мы и сейчас общаемся, мы поддерживаем связь. Проще вместе держаться, не так сложно. Ну, как одной семьей пытаемся жить, все дружно, пытаемся поддерживать, кому-то легче дается беременность, кому-то тяжелее, какая-то помощь другу-другу, взаимопомощь. Девочки попались классные, условия, как дома. Программа у нас уже близится к концу, и как бы не хотелось бы терять общение, не хотелось бы терять связи, и мы хотели бы дальше продолжать общаться. В квартире мы очень дружны, мы вместе готовим, вместе все покупаем. Я думаю, мы будем дальше продолжать общаться, обязательно, потому что мы стали очень родными для друг друга. Да, как сестры даже больше. Это глупое утверждение, потому что я не чувствую себя, что меня эксплуатируют. Я помогаю, это делаю для своей семьи, и, как говорится, и себе хорошо, и помогаю тем людям, которые в этом нуждаются. Я в этом ничего плохого не вижу, я не считаю, что меня эксплуатируют. Мы знаем, на что мы идем. Всегда по-хорошему подскажут, поможут, помогут, все прекрасно. Я не чувствую себя защемленной, выщемленной. Это не есть такой, как бы, действительно эксплуатации. Мы осознанно идем на этот шаг, и осознанно понимаем все за и против. Мы сможем купить свое жилье, мы сможем дать детям своим что-то, и плюс поможем кому-то, а они помогут нам. Здесь ничего страшного нету, это, наоборот, радость предоставить другим людям, потому что дети – это радость в нашей жизни. Почему бы не помочь человеку стать родителем? Мы людям даем добро, радость. Ну, это подарок родителям, которые хотят деток и не могут. Это для них большое чудо. Редактор субтитров А.Семкин